С одной стороны, наш биологический вид может гордиться поразительными достижениями в области рациональности. Мы придумали, как добраться до Луны из фотографии. Это же было рационально. Мы придумали, как добраться до Луны, и это прям вот не ебаться, как рационально было. Супер-реш-решенал, блядь. Супер-решенал люди, короче. Окей. ...поспортировать нашу родную планету. Мы изучили происхождение Вселенной, природу жизни, функционирование разума. И мы умны. Мы сражались с четырьмя всадниками. Какая же великая наука. Как она сильная, как сильны ее лапища, ребят. ...всадниками апокалипсиса, уменьшая число бедствий, от которых страдало человечество на протяжении тысячелетий, включая... Ну, это минус. Это, кстати, минус. ...войны, голод, нищету и детскую смертность. А что в этом рационального? Тут следующий вопрос. В то же время большинство американцев в возрасте от... Ну, вообще иррационального в добирании до Луны, как минимум, то, что не было никакого смысла добираться до Луны. Все. На тот момент, когда люди добрались до Луны, это не имело никакого смысла, это было не нужно, никаких ресурсов с этого не получили, затратили очень много денег. Ну, короче, вот так вот. Гигантские затраты, гигантские затраты, вообще никакой отдачи. Куча ресурсов на понты. Добраться до Луны в прошлом веке, это просто понты соревнования двух больших сверхдержав. Это чисто, блядь, прикол. Две сверхдержавы, которые поехали крышей от своей его величия, блядь, охуенности, полетели в космос чисто повыебываться. Здесь рационального не так уж и много. По крайней мере, сами цели очень иррациональны. В 17-ти до 24-х лет считают астрологию очень научной или в некотором роде научной. Многие верят в теории заговора, например, что вакцины против COVID-19 состоят из микрочипов, которые Билл Гейтс пытается вживить в нас, чтобы следить за нами. Или что в американском глубинном государстве существует заговор педофилов-каннибалов, поклоняющихся сатане. Это не про меня, ребят. Многие люди попадаются на удочку фейковых новостей, например, Джо Байден называет сторонников Трампа отбросами общества, или Йо Кано. У меня был роман с Хилари Клинтон в 70-х годах. И многие верят в паранормальные явления, такие как одержимость дьяволом, экстрасенсорное восприятие, привидение и духи, ведьмы и духовная энергия в горах, деревьях и кристаллах. Это не веришь? Так если люди могут быть рациональными, то почему человечество, кажется, сходит с ума? Это непростой вопрос, и я надеюсь, что ты не откажешь мне в ответе, состоящем из четырёх частей. Самое очевидное из них — мотивированное рассуждение. Так вот, рациональность всегда служит достижению цели. Однако этой целью не обязательно должна быть... Рациональность всегда служит достижению цели. Не вполне в этом уверен, но опять же, потому что рациональность — это прежде всего... Это вопрос, относящийся к методологии того, что мы делаем. Причём методология должна быть формальная именно, да, и она должна строиться на построении каких-то абстрактных, в общем-то, картин. Рациональность — это прежде всего про метод. И уже потом про... Даже ни в каком смысле это не про практику, не про достижение наших целей. И достижение наших целей посредством, в кавычках, рациональности — это уже какая-то относительно поздняя концепция, как мне видится. Не, мы можем, наверное, следы похожие найти у Бекона, но я опять же напоминаю, что Бекон — это скорее про эмпиризм. Эмпиризм, кстати... Эмпиризм Бекона не лишён рациональности, но всё же, да. И, соответственно, ну, я бы не сказал, что есть гигантская компонента именно конкретно рациональности. Рациональность как достижение, как то, что позволяет нам достигать наши цели. ...объективная истина. Она также может заключаться в том, чтобы выиграть спор, в котором ставки важны для тебя. Как заметил журналист Аптон Синклер, трудно заставить человека понять что-то, когда его средство к существованию зависит от непонимания этого. Нужно показать, насколько мудра и нравственна ваша группа, ваша религия, ваше племя, ваше политическое... Так вот, мне кажется, вот эта попытка перемешать рациональность и прагматичность... Это прагматичность, по сути, да. Рациональность и прагматичность — это уловка для того, чтобы рекламировать рациональность. Понятное дело, что рациональность в отрыве от прагматичности не смотрится чем-то сильным, чем-то серьёзным. Мало кто может увлечь людей рациональностью. Вот так вот скажем, да. Секта и насколько глупа и порочно противоположная сторона, иногда называемый предубеждением на моей стороне. И, вероятно, самый устойчивый из примерно две... Просто понятное дело, что сайентисты живут в своём, конечно, манимирке, в котором у них всё по-своему построено, в котором они молодцы, в котором у них наука практичная, она есть практика, и она классная, в котором у них рационализм. И он тоже прагматичен, практичен, и он полезен, и классен, и он позволяет вам определять наиболее выгодные и хорошие решения. И всё вот это вот у них вместе так работает, у них целостная картина, их мира, она сложена в своих собственных терминах, в своих собственных представлениях. Она такая хорошая, она такая священная, она такая прекрасная. Вот так вот. Но анализ данной картины мира, он приводит нас скорее к сомнению, к такому мировоззрению. Кажется, это очень ангажированные люди, которые пытаются казаться неангажированными. Вести предубеждений, которые были задокументированы когнитивно и социально... Да-да-да, рационализм довольно сильно сближается с разными идеализмами, потому что они тесно связаны. Рационализм и разные рационалистические методы развиваются преимущественно в идеалистических учениях на протяжении большей части становления философии. Это вот такой вот закон. И непонятно, как оно могло бы получиться иначе, потому что непонятно, как использовать рационализм на практике. Вообще в целом непонятно. Поэтому нужны какие-то другие обоснования для того, чтобы заниматься логикой, математикой и всем остальным. Когда это было просто не особо очевидно. А какой толк в математической науке имеется в виду математики как исследовательской деятельности, где мы разрабатываем новые теоремы, где мы, соответственно, доказываем новые какие-то математические штуки, если это не имеет прямого практического применения? На протяжении большей части развития человечества, те вещи, которые и так уже были известны из математики, они использовались, а доказательная математика, она как бы каких-то особенных профитов не давала. То есть никакие там ни компьютеры, ни хуютеры. Большую часть времени развития человечества. Главная матемация, занятие математикой заключалась в том, что мы прежде всего там платоники, христиане и все такое. Да, и, соответственно, вот математика, она в уме Бога находится, и с помощью математики мы мысли Бога узнаем. Или мы с помощью математики познаем мир идей Платона и все такое, опять же, да, с идеалистическими причинами и причинами познания истины. То же самое с логикой приблизительно. Вот. И, кстати, единственный, который не связан с интеллектом. Умные люди могут проявить изобретательность, выясняя, почему их команда превосходит своих соперников. И в рамках коалиции, чтобы получить статус героя на своей стороне и избежать астракизма. Вторая часть объяснения заключается в примитивной интуиции, способах, с помощью которых наш вид тысячелетиями осмысливал окружающий мир. Например, интуиция дуализма, согласно которой у человека есть тело и разум. Когда мы имеем дело с другими людьми, мы не относимся к ним как к кускам мяса, роботам или заводным куклам, но мы предполагаем, что существует разум, средоточие убеждений и желаний. Даже если мы не можем воспринимать это непосредственно. Ну что же, отсюда совсем недалеко до предположения, что разум может существовать и без тел, что приводит к вере в духов, души и привидения, а также в загробную жизнь, реинкарнацию и тому подобное. Ужас какой, да? Ужас. Как так можно? Да. Еще одна интуиция, к которой мы склонны, это эссенциализм, согласно которому живые существа содержат невидимую сущность, вещество или силу, которая... Мы склонны к каким-то штукам ужаса. ...предает им форму и способности. Отсюда всего один шаг до того, чтобы поверить в то, что болезнь должна быть вызвана неким видом фальсификации вашей чистой сущности, каким-то посторонним загрязнителем. И, следовательно, мы получаем устойчивость к вакцинам, которая, кстати, так же стара, как и сами вакцины. Потому что, если вдуматься, вакцина состоит из введения в организм того самого вещества, которое в первую очередь вызывает заболевание. Неудивительно, что это противоречит здравому смыслу, а также устойчивости к генетически модифицированным организмам, которые, похоже, также подмешивают в чистую сущность вашего тела какие-то примеси. Своего рода загрязнитель. Это объясняет, почему люди восприимчивы к различным видам шарлатанских лекарств. Вчера мы слышали об угрозах северному белому носорогу. Одна из причин, по которой носорог находится под такой угрозой, заключается в том, что широко распространено мнение, что порошок из рога носорога является лекарством от эректильной дисфункции. А почему люди так восприимчивы к гомеопатии и растительным лекарствам, которые, кажется, вводят в ткани организма некую чистую эссенцию. А также, почему культура за культурой заново открывают безумие... Кстати, есть какие-то отсылки на исследование того, что это действительно так, или автор просто нагоняет, что вот из одного следует другое, от одного один шаг к этому. Но идея о том, что можно вылечить болезнь с помощью кровопускания и других форм очищения, голодания. И получение, избавляемся от токсинов. Третья интуиция, которую мы используем, чтобы понять мир, это телеология. Теперь мы знаем, что наши собственные планы и артефакты разработаны и организованы с определенной целью. Ну что же, отсюда всего лишь короткий шаг к тому, чтобы представить, что мир создан с определенной целью. И поэтому быть восприимчивым к креационизму, астрологии и синхронности в том смутном смысле, что все происходит само по себе. На то есть причина. Третья часть объяснения заключается в том, что эти примитивные интуитивные представления не поддаются усвоению. А более объективные истины можно постичь, только доверяя авторитетным экспертам, ученым, журналистам, историкам, государственным архивным учреждениям. Вот так вот. Только нам. Только нам. Мало кто из нас действительно может оправдать свои убеждения, в том числе и истинные. И опросы показали, что люди, которые отрицают консенсус науки, креационисты и те, кто отрицает изменение климата, не являются научно безграмотными. Ну да. Нет, кто-то и является, но многие не являются. Да и вообще, я еще раз повторю, да, человек, который живет в современном мире, является при этом верующим, лучше знаком с наукой, чем со своей собственной религией с очень большим процентом вероятности. То есть в 95, может быть, процентах. То есть любой человек на протяжении там 10 лет практически в любой стране изучает определенные школьные предметы. Неважно, бедный он, богатый там и так далее, да, на протяжении большей части своей жизни, ну не большей, значительной части своей жизни. Даже для 20-летних парней все еще на протяжении большей части своей жизни, да, 20-25-летний человек, проучивший в школе все еще большую часть своей жизни, изучал определенные предметы, где ему рассказывают, какая наука охуенная, классная, крутая и работает. Ну, короче, человек тратит огромный процент своей жизни на изучение разных предметов, многие из которых являются буквально пропагандой науки и саентизма. Тем временем, изучение своей собственной религии практически любой человек, практически в любом регионе, может быть, за исключением исламских регионов, тратит значительно меньше времени. Ввиду этого у нас православные не знают, что такое символ веры, но при этом могут высчитывать разного рода простые квадратные уравнения, может быть, помнят формулу Ньютона, может быть, помнят определение, которое Ньютон давал, имеют себе представление о Ньютоне, что он вообще существовал, Эйнштейне и всех остальных, но при этом могут не иметь представления о том, какие святые в православии. Например, то есть, ну что, Ньютон, Эйнштейн, Галилей, Максвелл, Дарвин, Линей, это все имена, которые просто буквально на поверхности, и они преподаются в школе, и с ними как бы все понятно. То есть, идолы из науки, идолы из науки, они людям известны, и люди знают, что они конкретно сделали, какие великие открытия они смогли сотворить. Да, в школе об этом рассказывают. А даже про тех же батюшек не рассказывают уже. Про философов почти не рассказывают. Дай бог, в историческом курсе один абзац про Сократа, один абзац про Фому Аквинского, я помню. Вот. Как-то так. На самом деле в тестах на научную грамотность они набирают столько же баллов, сколько и люди, которые поддерживают научный консенсус. Единственное различие заключается в политике. Чем дальше вправо, тем больше отрицается наука о климате и эволюции. Настолько странные убеждения сохраняются у людей, которые не доверяют истеблишменту. Которые считают ученых, государственных архивариусов и журналистов просто еще одним корыстолюбивым племенем. И, наконец, часть ответа на вопрос о том, почему люди верят в невероятные вещи, заключается в том, что это зависит от того, что вы подразумеваете под словом «верить». Как когнитивный психолог, я пришел к выводу, что люди придерживаются двух видов убеждений. Эти убеждения относятся к тому, что я называю зоной реальности. Это могут быть физические объекты вокруг них, другие люди, с которыми они имеют дело лицом к лицу, память об их взаимодействии с ними. Считается, что убеждения в этой зоне поддаются проверке, и люди придерживаются их... Ну, он пытается сказать, что люди отрицают науку из-за того, что у них есть ангажированные причины это делать. Ну, короче, чел пытается нам реально донести, что люди из-за политических взглядов могут начать отрицать науку. Ну, вот дурачки, да, вот дураки, какие они нерациональны. Этим науку надо веровать, потому что, ну, 11 лет как бы не просто так прошли, еще университеты всякие. Вот мы ученые. Ааа, в костюмах красивых стоим, иногда даже в халатах красивых белых. Как же можно нам не верить-то? Мы же такие классные. Их, если они верны. У них нет выбора, потому что реальность неумолима. Ты не сможешь заправлять машину бензином, хранить продукты в холодильнике, одевать и кормить детей, и отправлять их в школу вовремя, если не будешь знать суровую правду реальности. С другой стороны есть то, что я называю зоной мифологии. Сюда входит далекое прошлое, непознаваемое будущее, далекие народы и места, отдаленные коридоры власти. То, что на самом деле происходит в Белом доме, на Даунинг-стрит, 10, в Кремле или в залах заседаний крупных корпораций. Это микроскопическое, космическое, противоречащее фактам, метафизическое. В этой зоне придерживаются верований, потому что они развлекают, поднимают настроение, наделяют силой и морально назидают. Истинны они или ложны, это непознаваемо, согласно нашей интуиции, и в некотором роде не имеет значения. Ты придерживаешься этих убеждений не поэтому. Примерами могут служить религия, которая почти по определению состоит из верований, которых вы придерживаетесь на основе веры, а не доказательств. Национальные мифы, великие герои и мученики. Кстати, некоторые верующие пытаются доказать свои убеждения, и далеко не все придерживаются тех или иных взглядов, только относительно веры. Ну, конечно, астрономикон, а как иначе? Хм, лол, шутка. Основавшие нашу великую нацию историческая литература. Ирония. Кто-нибудь действительно задавался вопросом, произнес ли Генрих V те волнующие слова, которые приписывал ему Шекспир на поле боя? Это фейковые новости и теории заговора. Люди, которые верят, что существует всемогущее деспотичное государство, похоже, не испытывают угрызений совести, делясь этой точкой зрения публично. Где бы они ни находились, уязвимы для ареста и тюремного заключения со стороны всемогущего государства, которым они, похоже, так озабочены. Или возьмем, к примеру, веру в Пицца-Гейт. Это была предшественница канон теории заговора, согласно которой Хиллари Клинтон организовала детский секс-клуб в подвале пиццерии Камот Пинг-Пон... Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Блядь! Давайте так. Знаете, есть такое высказывание? Есть такое высказывание, согласно которому, если бы мы не создали... Если бы Бога не было, его следовало бы создать. Если бы вот этого здания пиццерии не было, я считаю... Ладно, я же не буду продолжать, блядь. Я воздерживаюсь, я воздерживаюсь. Вот. Ну, конечно, специально, как иначе. ПОНК на окраине Вашингтона, округ Колумбия. Как отреагировали люди, которые верили в пиззагаты? Пиззагаты! Пиззагаты! Пицца-Гейт. Ну, в качестве примера можно привести то, что один верующий оставил в гугл отзыв о пиццерии с одной звездой, в котором говорилось, что тесто было невероятно недопеченным. А несколько... Тесто было нежным. Как нежное мясо ягненка. Ладно, прошу прощения, блядь. Ладно, продолжаем. По подозрительного вида мужчин, странно смотрели на моего сына. Это совсем не та реакция, которая была бы у тебя, если бы ты в буквальном смысле думал, что в подвале насилуют детей. Скорее всего, ты бы позвонил в полицию. Так что же на самом деле означает вера в то, что Хиллари Клинтон руководила организацией детского секса? Ну что же, я думаю, что точным переводом было бы сказать. Я думаю, Хиллари настолько развратна, что именно на это она способна. Я думаю, что еще более точным переводом этого слова было бы Хиллари Бу. Это означает, что убеждения могут быть выражением моральных убеждений, по крайней мере, в той области, в которой они на самом деле не влияют на нашу повседневную жизнь. Бертран Рассел однажды сказал, что нежелательно верить в утверждение... Бертран Рассел однажды сказал, что он ебал свою мать. Что? Ладно. Бертран Рассел однажды сказал, что нежелательно верить в утверждение, когда нет никаких оснований предполагать, что оно истинно. Пошел нахуй. Пошел нахуй, быдло, как говорится. Просто соси хуй, блядь, старый уебок. Вот так бы я сказал Бертрану Расселу. Так вот, если ты думаешь, что это очевидное, банальное, ничем не примечательное утверждение, то ты продукт просвещения, который проверит, что для всего могут быть доказательства о своих убеждениях. Но это во многом противоречит природе человека, и на самом деле безобидное заявление Бертрана Рассела является радикальным противоестественным манифестом. Все это приводит к вопросу, как мы можем стать более рациональными. Ну что же, начнем с того, что инструменты формальной рациональности, логика, вероятность, правила Байоса, теория игр, корреляция и причинно-следственная связь. Я думаю, должны быть частью когнитивного инструментария каждого образованного человека. Поняли? Поняли. Один метод просто распространяем на всех, без альтернатив. Все. Наш метод, метод нашего познания распространяем на всех людей. Тогда будет лучше. Альтернатив ноль. Все, приняли. Что рациональность должна быть на четвертом месте вместе с чтением, письмом и арифметикой в национальные школы. Поняли? Все. Окей. Но недостаточно просто преподавать что-то в школе. То есть мы недостаточно сильно погружаем людей в наше сектанство рационалистическое, надо погружать их еще сильнее. Люди недостаточно рационалистичны, мы недостаточно их жестко убеждаем в нашей правоте, надо еще жестче, еще жестче, мало жести. Потому что, как педагог, я был бы первым, кто признал бы, что, как правило, ученики забывают уроки в классе, как только высыхают чернила на экзамене. Но это должно быть частью общепринятого мнения, частью этикета и нравов рационального дискурса. Это должно быть осознание типичных когнитивных ошибок, таких как предвзятость доступности, предвзятость на моей стороне, утверждение, что хоменем следует продвигать. И просто часть нашей концептуальной мудрости. Идеал основывать убеждения на доказательствах, менять свое мнение, когда доказательства меняются, следует рассматривать как признаки силы, а не как слабость. И я собираюсь процитировать подругу, которая... Формально это слабость. Формально это слабость. То есть в определенный момент ты отказываешься отстаивать свою позицию, потому что тебя победили. Ты признаешь свое поражение и идешь сосать хуй дальше. То есть ты отказываешься от своего мнения, и ты хуево себя ощущаешь в этот самый момент, помимо этого. Такое себе. Более того, у такой стратегии, о которой он описывает, есть одна большая проблема. Будут побеждать те позиции, которые на данный момент являются наиболее аргументированными. Ну то есть, та или иная позиция по независимым причинам, может быть она ложная, но мы не знаем какие причины, по каким-то причинам, начинает набирать большее количество доказательств. Люди, которые побеждают в спорах, начинают использовать эти доказательства и разъебывают, соответственно, всех. Все остальные люди, исходя из рационалистических убеждений, обязаны принимать позицию той стороны, которая является наиболее обоснованной. Соответственно, все рациональные люди, а в случае с Пинкером, он считает, что все должны стать такими, они примут то или иное убеждение, которое по той или иной случайности является наиболее обоснованным в данную эпоху, в данный момент, в данное время. И все это приведет к стандартизации познания. То есть, какая-то позиция будет наиболее расфоршена, как, например, позиция науки на данный момент. И мы будем полностью отрезаны от всевозможных альтернатив, от разных подходов, от всего остального, что могло бы так или иначе эту позицию подвинуть. То есть, оставить человеку возможность придерживаться своих убеждений, да, то есть, тупо выигрывает наиболее популярная позиция, та позиция, на которую люди по какой-то причине затратили большее количество времени для придумывания хороших аргументов. По большей части, как-то так. Получается, тупо выигрывает более популярная позиция, да. Ну, опять же, у христиан, например, куда больше ресурсов для создания аргументов, чем у, я не знаю, какой-нибудь секты, каких-нибудь вуду-магов, которые сидят в Африке и даже читать не умеют, понятное дело, да. А у науки, у сайентистов еще больше ресурсов для создания аргументов, чем, например, у любой религии. Ну, я тоже так считаю, Арк, да, именно, мне тоже так кажется. Так вот. Такой подход, о котором он говорит, приводит просто к стандартизации нашего мировоззрения. Какая-то ходовая концепция, типа концепция науки, да, она будет в топе, то есть научные методы будут впереди, их никто оспорить не сможет больше. Наука мега популярна, а все, что не наука, идет нахуй. Религии отменяем, философию отменяем, все разнообразие наших мировоззрений просто отменяем. Соответственно, при том, что, опять же, да, из разнообразия наших мировоззрений родилась, как минимум, так называемая наука. Как минимум, да, вот то, что мы долгое время занимались философией, создавали различные методы и продвигались вперед, в этой самой философии создало вот эту самую науку. Как минимум. Многие аспекты искусства были также, опять же, продуманы именно, собственно, благодаря философам, риторикам, но и вообще многие политические вещи, которые не связаны с наукой, были продуманы также философами, благодаря разнообразию мнений и позиций. И всегда, вот у нас существует какая-то сильная позиция, ну, например, да, давайте переместимся, ну, на 400, допустим, лет назад, условно. И вот у нас там монархия, у нас там везде монархия. И монархическая позиция, там интеллектуалы, монарх еще платит деньги философам подручным, чтобы они придумывали кучу аргументов. Согласно вот той системе рациональности, которая есть у Пинкера, вот у вас выходят вот эти вот суперрациональные сторонники монархии, выступают против людей, которые не хотят эту самую монархию, побеждают их в рациональной дискуссии. И те люди, которые проигрывают, собственно, монархистам, они переходят на сторону монархистов. В такой системе монархисты побеждают в политической игре. Все, конец, как бы, да? Их больше, им проплачивают за выдумывание аргументов, им делают то, им делают это, их просто, они тотально убедительны на данный момент. И все, кто с ними не согласен, они вынуждены перейти на их сторону. Все, монархизм не исчезнет в мире. Трудно себе представить такую схему, в рамках которой монархизм испарится из мира. Все, конец. Стандартизация взглядов происходит. Ну, why not? Здесь же, опять же, он говорит не про доказательства, а про обоснование, опять же, наличие обоснования. Доказать, кто прав, монархист или не монархист, наверное, нельзя. Здесь вообще строгими доказательствами трудно оперировать. Но больше аргументов накопит явно тот, у кого больше ресурсов, тот на чьей стороне больше интеллектуалов и так далее, так далее, так далее. Вот представь себе, вот у тебя сидит, допустим, не знаю, целый университет проплаченных тобой монархом людей, которые занимаются созданием аргументов для того, чтобы ебать оппонентов просто. Как при таких обстоятельствах можно проебать с точки зрения аргументации? Никак, блядь. Почти не это... То есть, узануть катку почти невозможно. Ну, то есть, здесь очень изи режим. Вы всегда закидаете оппонентов аргументами. Вы проведете какие-то особые исследования, если вам надо. Там скажете, народ любит царя. Там это просто навыдумываете столько аргументов, что каждое ваше выступление будет состоять из... Во-первых, во-вторых, в девяносто девятых, в сотых, в миллионных, там, вот вы будете просто по пунктам вот так разъебывать всех оппонентов. И аргументы всех своих оппонентов, если вас будет достаточно много, да, сторонников какой-то позиции, вы тоже сможете учитывать. То есть, это будет пинг-понг, только в этом пинг-понге вы будете играть один против целой толпы людей, как бы, которые еще играют хорошо. Которые друг другу помогают, понимаете? Такое себе. Или это будет баскетбол, в котором против вас одного выступает целая баскетбольная команда? Такое себе. Все же, у аргументации есть игровой аспект, это важно понимать. И, честно говоря, когда в твоей команде больше людей, играть в аргументацию намного проще. Ну и да, способность сохранять свою позицию после поражения в той или иной дискуссии, мне кажется, это хорошее свойство. Это очень важная вещь. Если бы этого не было, многие бы открытия в науке, ну в кавычках открытия, многие позиции, многие концепции в науке просто пошли бы нахуй. Они бы не смогли возникнуть. Та система рациональности, которую описывает, собственно, Пинкер, она вряд ли способна идти более широкими шагами, чем то, как оно сейчас работает. То есть он, наоборот, нас замедляет. И, конечно же, если маленькие системы... Ну, арг, тут все равно, понимаешь, в 10 раз меньше... Если качество людей приблизительно одинаковое, разница в 10 раз, она катастрофически ужасная. А дуло пистолета, оно, наверное, даже не способствует мышлению. Лучше уж на зарплате и на позитиве работать, чем с дулом пистолета у виска. Короче, такое. Короче, такое. Стандартизация позиций, их крайнее сужение. Короче, рационализм, в том числе, поэтому я не люблю, потому что рационализм это антиплюрализм. Мы должны выбирать позиции в соответствии с нашими рациональными аргументами. Те позиции, которые наиболее обоснованы, они должны быть нашими и так далее. Это все хуйня. Это все хуйня и, более того, это не прагматичная хуйня. Потому что в крайнем случае, ну вот, достигнете вы в своей позиции тупика. Допустим, наука придет в тупик. Альтернатив нет. Никто не придумывал какие-то альтернативные методологии. Никто не создавал каких-то альтернативных исследований. Ничто, кроме вот этой самой науки, в конечном итоге будет уже не аргументировано. Только если в историю философии заглядывать вдаль. Рационализм приведет к уничтожению интеллектуального богатства, интеллектуального разнообразия. Вот в чем проблема. Причем какой-то рационализм в духе пинкеров, в духе ученых, в духе сиентистов, где обязательно там боец, хуе, СС и все такое, да, понимаете? Чем больше методов вы предлагаете, короче, ваша комбинация методов состоит из некоторого количества нетривиальных методик, которые вы предлагаете. Их много, их надо осваивать достаточно долгое время. Ну, Арх, тут другая проблема. Многие люди, когда у них страх смерти, они вообще лишаются способности думать. Поэтому, опять же, из десяти человек пять будут просто недееспособны. Давайте так. Может быть, другие пять наоборот будут более дееспособны. Хрен его сделает. Хрен его знает. Так вот. Мне кажется, мне кажется, мне кажется, если мы будем строить мир не так, как он устроен у нас сейчас относительно естественно, то есть, ну, есть разные люди. Они нахуй шлют твои когнитивные искажения и держатся за свои позиции до конца, да? Вот так вот. Вот такая вот позиция. И позиция, где люди рационально принимают решения, позиция там, где люди рационально принимают решения, она хуже, потому что она сужает диапазон потенциально возможных мнений, которые будут разрабатываться. Человек нерациональный, так скажем, может создать уникальное учение течения направления, которое в конечном итоге будет крайне полезно. Вот этот самый бунтарь, который выступит против рациональности и всей этой рациональной догматики, может оказаться радикально полезен, особенно в период какого-то кризиса, когда вот наука, религия или что-то там такое доминирующее. Ну все, блядь, дальше непонятно, куда двигаться, непонятно, что делать. Вдруг появляется какой-то Гегель, например. Гегель говорит, вообще-то надо рассматривать мир процессуально, а не с точки зрения той самой логики, которая у нас была. А потом появляются разные ученые-эволюционисты, которые говорят, а вот мир процессуально развивался все это время. Я, кстати, не знаю, это теория заговора или нет, у меня есть интуиция насчет того, что Гегель повлиял на вообще, в принципе, появление таких теорий, как теория эволюции, то есть на появление процессуальных теорий. Может быть, если бы Гегеля не было, не было бы никаких процессуальных теорий, в принципе, к вопросу. К вопросу о философии, к вопросу о всей этой нерациональной шизофрении, хотя Гегель рационалист, конечно, но очень своеобразный рационалист. Как-то так. Или возникли бы значительно позже все эти процессуальные теории, включая теорию эволюции Дарвина. В общем, мы как бы... Мы имеем тот мир, который работает. Да, у нас есть когнитивные искажения, и вы знаете, неожиданно, неожиданно, кажется, по крайней мере, что эти когнитивные искажения вкупе работают лучше, чем то, что предлагает нам Пинкер со своей ебанутой рациональностью, со своей догматичной, ебанутой сектантской рациональностью. Потому что, таким образом, мы поддерживаем разнообразие взглядов, да, мы поддерживаем разнообразие точек зрения, методов, которые рано или поздно могут выстрелить, сделаться лучше, развиться, приобрести большее количество разных последователей, да, это в итоге может помочь в целом человечеству, это может выстрелить в непонятные области, начиная от социологии, искусства, науки, всего чего угодно, понимаете, в культуре может выстрелить, в политике. Такой подход дает очень большое количество выхлопа. Да, этот выхлоп случайен, хаутичен, не всегда систематичен, но он есть. Пинкер, как мне кажется, затушит весь выхлоп, который только мог бы получиться, в принципе, просто потому, что все перейдут на более рациональную позицию. Все. А какой позиции придерживается наибольшее количество ученых? Допустим, Копенгагенская модель. А все, мы теперь все на Копенгагенскую вот эту интерпретацию идем. Все, мы там сидим. Теперь мы все здесь. А она более рациональна, у нас здесь больше всего аргументов, и мы их не меняем, мы больше не будем еще менять. Вот. ...которая работает техническим писателем в Google, лингвиста и фермера, подписывающего свои электронные письма. О том, чтобы быть правым, речь идет о том, чтобы все сделать правильно. И фишка же даже в том, что рационализм Пинкера отрицает другие формы рационализма. Тут проблема даже не в том, что отрицается иррационализм, тут даже разнообразие внутри рационализма уже невозможно. Понимаете? То есть разные рационалистические методики хороши только в том случае, если они совпадают с нашей. То есть математика, логика, статистика, боец, вот это вот все вместе. Если чего-то из этого нет, ну нахуй. Если что-то лишнее добавлено, диалектика, ну нахуй, короче, нерационально. Как-то так. ...это же просто лозунги. В-третьих, институты, которые пропагандируют рациональность с их правилами преодоления человеческих заблуждений и предубеждений, должны быть защищены. Как это защищены? В институтах один человек может заметить предубеждения другого человека и исправить их. Это помогает объяснить загадку того, как индивидуально рациональные люди могут быть способны на... Индивидуальные рациональные люди могут быть способны на подвиги великой рациональности. Они могут сделать нас коллективно более рациональными, чем любой из нас по отдельности. Например, если дать людям простые логические задачи, то один из десяти найдет правильное решение во многих из этих головоломок. Но если собрать людей в небольшие группы, то у семи из десяти все получится правильно. Все, что нужно, это чтобы один человек нашел правильный ответ, и он или она почти всегда могут убедить других членов группы в правильности решения. Что я имею в виду под институтами, способствующими рациональности? Ну что же, по крайней мере, теоретически, существует наука с ее требованием эмпирического тестирования и института... Вот это рационально разъебали, Арк. Почти как Шопенгауэр. Тут он экспертной оценки. Есть демократическое правительство с его системой сдержек и противовесов, журналистика с ее требованиями к редактированию и проверке фактов. Судебная система с состязательным судопроизводством... Не, в конечном итоге этот рациональный мир будет неимоверно скучным, неимоверно неразнообразным, неимоверно скучным и, возможно, даже неподвижным. Если мы рано или поздно достигнем уровня тотальной рациональности, если мы достигнем уровня тотальной рациональности, абсолютной рациональности, это будет полный пиздец. Мы и так живем в мире, где рациональность очень велика, где очень многие люди к ней стремятся и очень многие люди ее достигли, и в интеллектуальной сфере рационализм и рациональности, научный рационализм это то, что доминирует в тотальном таком масштабе. Если мы позволим саентистам, если мы позволим ученым еще в большей степени доминировать, блядь, это ну, что дальше-то будет? А где искать что-то отличающееся от вашего рационализма? Как это создавать, как это продуцировать, если это нигде больше нельзя будет? Будут шизы, маньяки, шизофреники, все. Короче, реально, а почему сейчас философией, да, я хочу вот поделиться, почему мы часто замечаем людей, которые выдумывают новые смыслы, и при этом они оказываются нередко сумасшедшими, прям реально шизами. Почему? Вот почему. Вот почему, блядь, вот почему. Потому что наша система уже и так находится в тотальной степени догматизация, да, люди и так тотально догматичны этим самым рационализмом. В Академии, в УЗИ нельзя какие-то оригинальные идеи озвучивать. Люди, которые могут социализироваться, они перестают озвучивать какие-то оригинальные идеи и понимают, что это непрогрессивно, отказываются от любого создания новых философских систем и взглядов, а если и создают, то вскрывают это, потому что это, опять же, непрогрессивно, нехорошо, и как бы академики этого не оценят. И так уже живем в мире победившей рациональности, по сути. Ну, недостаточно победившей. Еще есть какие-то, да, адекватные люди, которые могут создавать собственные концепты. Но все же есть и люди, которые сумасшедшие и создают собственные концепты, и очень странно их продвигают. Как раз люди, которым сложнее социализироваться во всю эту систему, будут продолжать это все делать. Ну, тогда кажется, что в конечном итоге, в конечном итоге, в конечном итоге, не давая здоровым людям создавать новые концепты, все более и более и более заставляя их рационализировать, признавать чужие точки зрения, да, которые являются более обоснованными, заставляя это делать здоровых людей, мы сделаем так, что новые концепты будут придумывать только шизы. Ну, и получается, что именно только шизы будут формировать наше мировоззрение в будущем. То есть, да, если что-то новое в будущем и будет появляться в мировоззренческих позициях, это будет от шизов прежде всего. Вот. Так, людям и свойственно колебаться согласно линии партии, и вот будет линия науки определенная, и люди будут вокруг нее колебаться без каких-либо резких перепадов. Это ж пиздос. Ну, блядь. Я, по крайней мере, себе не представляю, как будет работать такой мир. Может быть, может быть, внезапно. Вечный двигатель науки тогда заведется, и все начнет врум-врум работать, да. Но просто раньше это работало не так. Раньше была философия. Философия была мощной, разнообразной и так далее. Всякие Эйнштейны могли заимствовать идеи у Спинос. Соответственно, всякие, собственно, Хейзенберги могли заимствовать идеи у Платонов. Всякие другие ученые и так далее могли заимствовать идеи у других мыслителей, более древних, более продуктивных, более интересных, чем они сами, да. Стоять на плечах, так скажем, гигантов. Что же будет, когда мы полностью уничтожим возможность возрождения, создания подобных гигантов? Гиганты в прошлом возникали, да. И многие из нас это просто карлики на их плечах. Что же будет, если мы полностью изолируем возможность их появления в мире? В Греции очень маленькое население было, очень мало людей. И они умудрялись создавать гигантов. В нашем современном мире огромное количество людей. Гигантское количество людей. Сколько гигантов явных мы видим? Да ни одного. Ну, то есть, серьезно. Загляните в философский мир, так скажем, наш. Где там гиганты на уровне Гегеля? Где там гиганты на уровне Платона, Сократа, Аристотеля? Где там гиганты на уровне Ницше? Все, нету. Академическая философская структура больше не производит таких гигантов в принципе. Неинтересно. Философский поворот, системы не создаем, ничего не придумаем. Все. Но, видите, Пинкер недоволен. Не додавили. Не додавили гадину философию. Надо давить больше. Надо еще больше придавить. Выебываются философы. Удивительно, точно благодаря я обращаюсь к сообществу редакторов, которые могут изменять работу друг друга и к обязательствам. Которые все они берут на себя в рамках обжектив. Соблюдая объективность и нейтралитет. В большинстве социальных сетей это не так уж и много. Это означает, что для защиты этих институтов, их репутации и доверия к ним, эксперты должны признать их ошибочность. Мы начинаем с того, что ничего не знаем, и это должно быть ясно. Люди, которые претендуют на экспертизу, не должны быть священниками, они не должны быть оракулами. Говорит священник и оракул. Они должны быть готовы показать свою работу, почему они верят в то, во что верят. И следует признать беспричинную политизацию. Я считаю, что это серьезная проблема наших сегодняшних высших научных учреждений, которые, похоже, падают духом. Пытаясь заклеимить себя пламенными левами риторика, символика и тропы, совершенно не осознавая того факта, что это гарантированно вызовет отчуждение центра и правых среди американского населения, не говоря уже о политиках. Получается, что некоторые представители разумного вида ведут себя настолько иррационально? Они используют свою рациональность, чтобы побеждать, а не учиться. Они полагаются на примитивную интуицию. Они не доверяют институтам рациональности и относятся к верованиям как к моральным убеждениям, а не как к эмпирическим гипотезам. Спасибо тебе.